Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю поговорить о русском субстандартном. Если мы зададим вопрос нашим бабушкам и дедушкам, чем их язык отличается от современного русского, то, думаю, они укажут на два момента. Первое, то, что современный русский язык нашпигован заимствованием, в первую очередь, из английского языка. И второе, то, что современный русский язык выглядит гораздо более приплотненным, нежели язык их молодости. В качестве эпикрофа я бы взял гениальную, на мой взгляд, мысль знаменитого скульптора Эрнеста Неизвестного, которую 30 лет назад, в 1990 году, в одном из интервью он выразил следующим образом. Литературный язык сегодня – это иностранный язык. Нормальный язык – это смесь заблотненного языка, жаргона, с канцелярским клише. И надо сказать, что в этой мысли Неизвестный поймал очень важную особенность того, что в современном русском языке вульгарное соседствует с канцелярским, и вот эта смесь действительно создает ощущение абсолютно иного русского языка, нежели того, о котором нам говорят в школе, того, к которому мы привыкли, ориентируясь на классическую русскую литературу. Но прежде чем перейти, собственно, к субстандарту, я бы хотел напомнить о той схеме, которую нам вообще-то говорили еще в средней школе. Дело в том, что русский национальный язык – это конгломерат разных страт, как это принято говорить в науке. И, безусловно, в школе, в средствах массовой информации, в официально-деловых документах мы сталкиваемся с тем, что в науке принято называть квалифицированный литературный язык. Это язык, который описан в грамматиках и в толковых нормативных словарях русского языка. Однако, если мы выйдем на улицу, если мы окажемся в общественном транспорте или в том или ином присутствуемом месте, то там мы столкнемся с разговорной речью. Разговорная речь не является нарушением нормы, это своего рода вариант литературного языка, и, безусловно, разговорные слова или, в некоторых случаях, разговорные конструкции может позволить себе любой образованный человек. Однако мы понимаем, что если при путешествии по стране мы время от времени сталкиваемся с другим явлением, с территориальными диалектами, то есть с особенностями языка и речи людей той или иной местности. Собственно, территориальные диалекты не являются ошибкой, это просто элемент идентификации того или иного жителя Российской Федерации, и с этим не нужно бороться, это в некоторых случаях даже задает определенного рода шар. А вот субстандарт – это скорее то, что может быть проявлением низкой культуры речи. И в субстандарте мы с вами выделим два больших страта. С одной стороны, это просторечие, как речь малообразованных городских жителей, а с другой стороны, то, что принято называть социальными диалектами. Это специфический язык, специфическая речь тех или иных небольших, в некоторых случаях, достаточно больших социальных групп. Но прежде чем мы перейдем к анализу современного стубстандарта, я бы хотел остановиться немного на истории русского языка. Да, нам может показаться, что современный русский язык весьма приблотненный, весьма вульгаризированный, весьма грязный, но надо понимать, что в истории русского языка это не первая подобная ситуация. Современные ученые выделяют как минимум четыре этапа, или четыре волны вульгаризации, и первая из них как раз приходится на пушкинскую эпоху. Если мы откроем с вами самый большой из ныне существующих толковых словарей русского языка, который называется словарь современного русского литературного языка, то мы увидим в присловии, что под современным литературным языком понимается язык от Пушкина до наших дней. На самом деле сейчас, в начале 20-х годов, 20-го века, 21-го века, можно говорить о том, что это уже не совсем соответствует действительности, но если мы будем ориентироваться на язык Пушкина, то вот уже там впервые в истории нашего родного языка появляются те элементы, которые современниками воспринимались как весьма странные и местами неприличные. Классический пример, подтверждающий эту идею, это имя, пожалуй, одной из самых популярных теперь имен, имя главной героини романа в стихах Евгения Онегина – Татьяна Ларина. Действительно, когда Пушкин именно так называл свою героиню, он играл в очень интересные стилистические игры. Это ровно так же, как если бы сейчас современный писатель назвал свою героиню Анфисой или Агриппиной. Согласитесь, что это было бы немного странно. Второй этап вульгаризации в истории русского языка приходится на так называемое народническое движение. Это 60-е, 70-е годы 19-го века. Именно тогда рассветает, допустим, поэзия Николая Некрасова, которая современникам тоже казалась весьма странной, потому что он позволял себе в стихи вставлять какие-то очень простые слова, предвосхищая тем самым, кстати, урбанистическую поэзию Владимира Маяковского. Третий этап, и, пожалуй, на мой взгляд, он гораздо серьезнее и разрушительнее воздействовал на русский язык – это этап революционный. Сразу после революции 1917 года, особенно активно в 1920-е годы, русский язык бомбардируется заимствованиями, взятыми из просторечия, из сниженной лексики, из территориальных диалектов. Все, что происходило в это время в стране, все социальные, экономические, политические катаклизмы не могли не отразиться на судьбе русского языка. И именно тогда возникает огромное количество тех слов, которые сейчас в современном русском языке воспринимаются как абсолютно нейтральные, а в то время воспринимались как едва ли не варваризмы. В качестве примера приведу короткий сюжет, связанный с воспоминанием Ивана Андреевича Бунина. Когда он отправляется в Стокгольм для получения Нобелевской премии, то у себя в дневниках записывает, что чемодан оказался слишком маленьким для всех тех вещей, которые он набрал, и Бунин формулирует это так – пришлось набить чемодан до отвала, до отвала выделены курсивом, а в скобках написано, как говорят нынче, большевики. И мы понимаем, что в этом наречии до отвала для Бунина концентрируется все вот это вот неприятное ему отношение большевиков к русскому языку. Для него это слишком просторечное слово, слишком нелитературное, но для того, чтобы показать свое отрицательное отношение к данной ситуации, не закрывающегося чемодана, Бунин использовал именно это слово. Ну и последний, четвертый этап ульгаризации, который, собственно, сейчас мы и наблюдаем, скорее его закат – это постсоветская Россия. Сразу после перестройки, конец второй половины 80-х, начало 90-х годов, русский язык хлынуло огромное количество уголовных жарганизмов, просторечия, то, что связано с компьютерным жаргоном. Именно тогда впервые появляются персональные компьютеры, и тогда чуть позднее появляется интернет. Разного рода альтернативные движения, неформальные группы молодежи, сленг музыкантов – все это хлынуло в русский язык, и часть из этого уже воспринимается нами как абсолютно литературные слова. Опять же, в качестве примера можно привести знаменитое слово «беспредел», которое в свое время, когда было впервые использовано одним из депутатов на съезде народных депутатов, тогда еще, по-моему, даже СССР, вызвало шквал упреков в том, что как можно с высокой трибуны главного законодательного органа страны выражаться такими словами, ибо «беспредел» – это термин, который действительно существует и существовал довольно-таки давно в уголовном жаргоне, и обозначает ситуацию абсолютного беззакония. Но дело в том, что в современных толковых словарях русского языка у этого слова уже нет никакой пометы, оно воспринимается как абсолютно нейтральное. Более того, в свое время замечательный филолог Валерий Михайлович Макьенко отнес его к разряду так называемых языковых доминант конца XX века, то есть на взгляд известного лингвиста слово «беспредел» маркирует определенную эпоху в истории Российской Федерации. Итак, я бы перешел к главным отличиям субстандарта от литературного языка и остановился бы на трех моментах. Первое. Для носителей субстандарта, неважно, говорим ли мы сейчас об уголовном арго или широко распространенном в Российской Федерации просторечии, важно полное отсутствие сформулированных правил выбора и употребления языковых единиц. Люди, которые говорят на нелитературном языке, которые используют в своей повседневной практике практически исключительно просторечные или какие-то сниженные сленговые, например, единицы, никогда не задаются вопросом «а как же правильно?». Более того, еще в середине XX века социолингвисты отметили парадоксальное явление. Оказывается, в речи носителей просторечия в одном предложении можно услышать, зафиксировать и правильную, и неправильную форму. Условно говоря, в одном предложении человек может сказать и документ, и документ, и их, и ихний, и звонит, и звонит, и никаким образом это не будет отрефлексировано. То есть для носителей просторечия, для носителей сленгов в принципе не характерно вопрос о том, как правильно, а какой вариант предпочтительнее или что является нормой. Второе базовое отличие субстандарта от литературного языка – это полное отсутствие какой-либо стилистической дифференциации. Оно и понятно почему. Если мы говорим об именно устной, разговорной, в меньшей степени электронной форме бытования субстандарта, то на субстандарте не существует книжных текстов, письменных текстов. А если не существует письменных текстов, то невозможна и социальная дифференциация. В интернете вы легко найдете шутки, связанные, например, с тем, как можно оформить кредитный договор между двумя организациями исключительно на уголовном жаргоне. Да, это интересная шутка, это хороший пример языковой игры, но мы понимаем, что это в принципе невозможно, потому что, еще раз подчеркну, субстандарт существует исключительно в устной разговорной форме. И третье, пожалуй, базовое отличие субстандарта от литературного языка – это преобладание экспрессивно окрашенных слов и именно с отрицательной оценкой. И здесь я бы хотел в качестве примера привести очень красивую гипотезу советского писателя Сергея Снегова, в биографии которого был чудовищный момент, связанный с тем, что в конце 40-х, 50-х годов он оказался в ГУЛАГе. И, кстати, там он познакомился с известным сыном известных родителей, я имею в виду Льва Николаевича Гумилева. И вот там, условно говоря, сидя на нарах, Сергей Снегов попытался осмыслить свой языковой, речевой опыт и описать тот чудовищный для интеллигентного образованного человека язык, который он слышал вокруг себя. И результатом этих размышлений стала невероятно интересная книга, которая называется «Язык, который ненавидит». И вот в этой книге целая глава посвящена проблеме отрицательной оценки, характерной для уголовного жаргона. Эта глава называется «Оскорбление как гносиология». Еще раз подчеркну, что Сергей Снегов говорит об этой гносиологической особенности вот этой части русского субстандарта, применительно к уголовному жаргону. Но мне кажется, что и в просторечии, и в молодежном сленге, и в любом другом жаргонизированной единице языка мы находим вот эту вот оскорбительно-отрицательно, ярко выраженную отрицательную окраску. В качестве примера Снегов говорит о том, что мы не найдем ни одного положительно окрашенного слова в уголовном жаргоне. Более того, даже, казалось бы, нейтральные, ни в чем не винные вещи, которые окружают нас в действительности, тоже получают отрицательную оценку. Ну вот, например, когда даже в речи современной молодежи можно услышать, как про одежду говорят «шмотки» или «тряпки», когда любую обувь можно назвать «тапки», когда части человеческого тела называются «котелок», «чайник», «мозги» и так далее и тому подобное. Когда вы не можете на уголовном жаргоне и даже на молодежном сленге сделать комплимент женщине, потому что в комплименте обязательно должна быть положительно окрашенная лексика, а в русском субстандарте ее нет. И в этом смысле я бы хотел остановиться еще на очень интересном моменте. Дело в том, что даже не зная языка, допустим, мы смоделируем ситуацию иностранца, только-только приступившего к изучению русского языка, мы можем выделить носителей вот этой низкой культуры речи, носителей просторечия, даже по невербальным составляющим, то есть, условно говоря, только лишь наблюдая за человеком. Ну, например, известно, что для носителей просторечия характерна высокая громкость речи. Обратите внимание, как все-таки интеллигентные люди разговаривают достаточно тихо. Я не говорю о том, что, например, в общественном транспорте вообще не принято разговаривать, да, и если мы попадаем, условно говоря, в вагон метро или в салон автобуса в Германии, Швейцарии или Франции, то интеллигентные люди, интеллигентная публика не разговаривает, а если разговаривают друг с другом, то весьма-весьма тихо. Итак, громкость, высокая громкость, это один из показателей носителя просторечия. Второе, это так называемые перекликвения. Вспоминайте гениальные и отлично демонстрирующие проявления и диалектной просторечной лексики фильм «Любовь и голод». Помните, вот это вот замечательное? Людк! А, Людк! Людк! А, Людк! Что? Глянь, чё делается? Это вот как раз те самые перекликвения. Дальше. Очень важной особенностью для таких классических носителей просторечия является вот та самая приблотненная интонация с таким растягиванием предударных гласных типа ток, что делают конкретные пацаны на районе. Вот это как раз тоже специфика носителя просторечия, такой модный интонационный стиль, который, кстати, появляется довольно-таки давно в русском языке. Ну и, может, в качестве примера речевого поведения носителя просторечия можно привести свист. Да, ведь понятно, что ни один интеллигентно образованный человек не будет панцевать другого интеллигентно образованного человека с помощью свиста. А вот для носителя этой страты языка это весьма характерной практики. Что еще важно? Я бы хотел отметить важный момент, что просторечие представлено на всех уровнях языка. То есть не надо думать, что просторечие это только какие-то слова или какие-то грамматические формы. На уровне фонетики, на уровне арфаэпи, того, как звучат слова, мы можем услышать сосиска, трамвай, радио, нравится, и вот это все будет просторечие. На уровне ударений, пожалуй, наиболее показательное поведение и речь носителей просторечия, как только мы слышим километр, шофер, положить, магазин, кожанка, цепочка, да, мы можем представить себе, что этот человек, скорее всего, не очень образованный. На словообразовательном уровне открываются невероятные возможности, и в этом смысле носители просторечия используют всю богатую палитру словообразовательного потенциала русского языка. Это такие слова, как братуха, братка, братко, племяш, скелетина, сродственник и так дальше. Морфологические особенности тоже характерны для просторечия, и здесь, конечно, очень важная особенность – это изменение склонения несклоняемых существительных, типа прийти без пальта или ехать в метре. Надо отметить, что это действительно очень показательно. Дело в том, что практически до советской эпохи, практически до начала 20 века в русском языке не было такой категории существительных, как неизменяемые существительные. А вот в 20 веке в связи с обилием языковых контактов, с появлением новых реалий, у нас появился большой пласт такого рода существительных, и мы, интеллигентно образованные люди, знаем, что есть существительные, которые не нужно склонять к существительным, типа радио или метро. Но для носителя просторечия нет ничего невозможного, и мы можем услышать, действительно, можно услышать любые падежные формы этих, еще раз подчеркну, неизменяемых существительных. Конечно, к морфологическим особенностям просторечия относятся вот эти пресловутые «ихний», «евонный», «еонный». Вспомните, как Блок в 12 обыгрывает вот эту вот форму, применительно к одному из персонажей поэмы. Ну и синтактические особенности, что-нибудь типа «я согласна», беспокоиться за сына, считается, кстати, что это то ли влияние украинского языка на русское просторечие, то ли это особенности южно-русских говоров. Приехать с Москвы, да, как я есть приехавший из города, вот такого рода конструкции можно обнаружить в том, что принято называть наивным письмом. Это тоже невероятно интересный пласт отечественной культуры. Сейчас все чаще стали публиковать архивы и письма не очень образованных людей, и вот там мы можем найти такого рода проявления просторечия. Хочу еще раз подчеркнуть, что вообще-то просторечие – это очень древний страт в русском языке. Специалисты в этой области считают, что впервые просторечие появляется еще в 15 веке. Мне, правда, кажется, что это уж слишком простая идея отнести просторечие как можно глубже в, простите за того, в глубь веков, но в принципе вот такая точка зрения существует. И еще очень важная особенность на уровне лексики. Вот это, пожалуй, самая сложная для не очень образованных людей ситуация, когда нужно очленить литературное слово в его просторечном значении. Например, для лексики просторечия характерна редукция, сокращение значения. Ну, например, если мы возьмем чудовищную фразу, которую один раз я услышал на улице, мы вчера весь день по Эрмитажу ползали, то вот глагол «ползать», который вообще-то существует в русском литературном языке, в данном случае используем в его просторечном значении. Почему? То есть от глагола «ползать» с его несколько компонентным семантичным значением, связанным с передвигаться на пузе, по поверхности земли, например, земля ползет, змея ползет, да, остается только базовая идея идти, передвигаться, да, и в результате, если вдуматься в то, как эта фраза выглядит для исключительно образованного человека, мы вчера весь день по Эрмитажу ползали, получается, что картинка действительно весьма и весьма занятная. Ну, или, например, очень часто мы можем услышать, как слово «олигарх» используется в значении исключительно просто «богатый человек», однако значение слова «олигарх» и «олигархи» – это несколько иное значение, и здесь я рекомендую проверить свои знания либо по толковым словарям, либо по тем словарям, которые вы можете найти в интернете. Думаю, что для кого-то из нас это может стать откровением. Дальше. Еще одна особенность на уровне лексики, просторечия – это так называемая ложная или народная темологизация. Впервые ее описал еще Николай Семенович Лесков, например, в знаменитой повести «Левша» очень много таких исковерканных слов. Напомню, да, что тульский мастер был настолько неграмотен, а при этом столкнулся с таким обилием иностранных слов, что часть из них он просто переделал под себя, чтобы понять, что это означает. Например, вместо бульвара говорят «гульвар», вместо пиджака «спинджак», вместо поликлиника – полуклиника. Тоже понятная история, вроде бы как клиника, но при этом операции тяжелых не делают, соответственно, наверное, это полуклиника. Ну и так далее. Из новомодных примеров просторечия, современного просторечия, можно привести, например, «юрист-консульт». Напомню, что правильно эта профессия называется как «юрис-консульт». И еще один момент, на котором я хотел бы отдельно остановиться – это так называемая ложностыдливая эфемизация. Для носителей просторечия характерен такой странный парадокс. С одной стороны, они не рефлексируют над тем, как они говорят, а с другой стороны, зачастую используют слова для смягчения оценки. То есть носителям просторечия кажется, что если мы будем использовать диминутивы, уменьшительные ласкательные формы, или синонимы к литературным словам, то мы будем выглядеть более благозвучно, более интеллигентно, более образованно. И вот в качестве примера такого чудовищного, на мой взгляд, отношения к языку, просторечного отношения к языку, я привел бы предложение, которое по частям я слышал в разных ситуациях, а вместе, сложив в одно высказывание, я получил следующий этап. «Моя благоверная супруга ложится отдыхать после того, как скушает яичко и искупается в ванной». Так вот, слова «благоверная», «отдыхать», «скушать», «яичко» и «скупаться» в данном случае – это все просторечия, потому что они используются не в тех значениях, в которых употребляются в речи носителей литературного языка. Ну и по поводу слова «супруга», хотел бы отметить, что перед нами пример так называемого канцелярского слова. То есть, слово «супруга» нужно оставить только официальным деловым документом. И каждый раз, когда я слышу фразу о том, что мы вчера с супругой ходили в Мариинский театр, у меня всегда вызывает вопрос, вы туда ходили как ячейка общества, и к билету вы прилагали свидетельство о бракосочетании, почему в таком статусе вы ходили в Мариинский театр, да? Конечно же, правильнее сказать, мы с женой или мы с мужем ходили в Мариинский театр. Близко к просторечию находится то, что в науке называется интернет-жаргон или общий жаргон. Это некий конгломерат субстандартных единиц, которые пришли с одной стороны из арго, с другой стороны из сленга, что-то пришло из территориальных диалектов. И в целом это слова, которые максимально приближаются к русской разговорной речи, но при этом все-таки воспринимаются носителями литературного языка как сниженные. И такие слова, как, например, промазать, откат, поблату, разборки. Часть этих слов пришла из уголовного арго, как мы понимаем, да, такая темология слова разборки. Часть пришла из каких-то полуканцелярских, полуприблотненных сфер, каких-то полукриминальных, как, например, поблату. Да, часть просто имеет вообще-то длительную историю в русском языке, например, слово «откат» или «наезд», кстати, но просто в свое время эти слова либо ушли в пассивный словарный запас, либо использовали в других значениях. Например, в древнерусских летописях слово «наезд» означает военную кампанию того или иного князя против другого князя, да, и понятно, что никаких вот этих вот уголовно приблотненных акцентуаций здесь нет. В качестве очень короткого размышления по поводу соотношения слов арго, жаргон и сленг, я бы сослался на, на мой взгляд, весьма методически интересную и корректную концепцию очень известного специалиста в области русского субстандарта Василия Васильевича Химика, который он, с одной стороны, описал в своей докторской диссертации, защищенной как раз на рубеже веков, ну и результаты этого исследования, докторского исследования, были отражены в книге, которая называется «Поэтика низкого» или «Проста речи как культурный феномен». И вот здесь, мне кажется, очень интересно, с точки зрения методики описания русского субстандарта, выстраивается следующая парадигма. Под арго Василия Васильевича Химик, кстати, он в этом смысле опирается на работы классиков русской филологической мысли, например, академика Жермунского, под арго обычно понимает закрытую лексическую подсистему специальных номинаций, а в служащих узкую социально-профессиональную группу. И в этом смысле мы можем, например, говорить об арго студентов. То есть слова типа «автоматом», «лаба», «степа» – это слова, которые характерны именно для студентов. И как только люди молодого возраста покидают стены университета или института, эти слова перестают для них быть актуальными, они утрачивают свою необходимость. Это, например, может быть арго музыкантов, такие слова, как «сольник», «лабать», «квартирник». Да, они понятны широко образованному человеку, но при этом все равно остаются узко специальными и обслуживают весьма конкретную сферу человеческой жизни. Жаргон в этом смысле является средним промежуточным звеном между арго и сленгом, и именно поэтому во многих даже специальных справочниках мы находим определение жаргона и арго как синонимов. Жаргон – это скорее полуоткрытая система, вот для нее как раз характерно уже наличие отрицательной оценки, и жаргон обслуживает нужды более широкой социальной группы. Например, мы можем говорить об уголовном жаргоне, в жаргоне сюда будут относиться такие слова, как «бобосы», «забить стрелку», «халява» – это даже самое, но при этом жаргон состоит из разного рода арго, то есть специалисты выделяют арго, допустим, домушников – это воры, которые работают, вскрывая окна или двери, квартир. Мы можем выделить арго медвежатников – это преступники, которые занимаются узкопрофессионально только вскрытием сейфов. Мы можем выделить арго, допустим, наркодилеров, которые занимаются исключительно тем, что продают и покупают наркотики. И вот это арго, которые в совокупности дают некий уголовный жаргон. И третья, пожалуй, самая массовая разновидность субстандарта русского – это сленг. Сленг – это специфическая, отличающаяся от литературного устного и от литературного письменного форма языка, которая в первую очередь существует в разговорной речи и немного в письменной. Считается, что в социальных сетях, в интернет-коммуникации зачастую молодежь использует именно элементы сленга, который, правда, скорее уже можно отнести к разряду другого единицы субстандарта – интернет-сленга. И вот когда мы говорим о сленге, надо очень четко понимать, что это субстандарт, который характерен для определенной возрастной группы людей. Обычно говорят о молодежном сленге. На мой взгляд, это на самом деле плеоназм, то есть сленг уже и является молодежным. С другой стороны, мы знаем по классификации Всемирной организации здравоохранения, что каждые практически 10 лет возрастная планка молодежи поднимается. Сейчас на 2020 год – это точно 35 лет. И уже ходят разговоры о том, что, может быть, имеет смысл поднять возраст молодежи до 40 лет. То есть понятно, что от подросткового возраста до 35-40 лет проходит большая часть человеческой жизни. И это активная прослойка населения, которая может пользоваться вот этим самым сленгом. Что характерно для сленга? Я бы выделил следующие особенности. Это использование, безусловно, при неформальном общении. Все-таки понятно, что на сленге не существует официально деловых документов, и мы не можем написать научный текст. Это повышенная эмоциональность, экспрессивность. То же самое, что характерно и для просторечия, и для уголовного жаргона. Это игровое начало, языковая игра – это вообще очень распространенный элемент сленга. Именно в этой части молодежь, молодое поколение пытается креативить, пытается создавать разного рода хохмочки, мемасики, какие-то казиональные слова. И это, безусловно, важный элемент сленга. Это ироническое отражение действительности. Именно поэтому часть уголовного жаргона попадает в молодежный сленг. Именно поэтому такие слова, как, например, «бабосы», жаргонизм известный еще с начала XIX века, попадает в язык молодежи, потому что здесь можно поиграть бабоси, бабосики, бабло. И вот такого рода языковая игра позволяет еще иронически относиться к деньгам, когда мы используем разного рода номинации. Это, безусловно, для молодежного сленга характерен такой подростковый момент противопоставления собственной речи, речи взрослых. Все, кто проходил через подростковый кризис, помнят, как важно иметь собственный вокабуляр, собственные слова, которые будут непонятны старшему поколению, и на котором мы будем проверять, как бы, свой или чужой. Ну и, к сожалению, надо сказать, что зачастую в молодежном сленге появляются такие моменты, связанные с нарушением этических норм. Например, нам вот приведу такую чудовищную иллюстрацию, с которой я столкнулся несколько лет назад, когда со сцены одного из высочных комплексов от стендапера услышал следующую языковую игру. «Хочешь улучшить отношения со своей тещей, отправь ее куда-нибудь подальше, куда?» Ну, например, в Чернобыль. То есть, вот это пример языковой игры сродни тому, что однажды в Петербурге я услышал совершенно чудовищное сочетание, которое, кстати, сейчас уже попало в словари молодежного сленга «Крепыш Бухенвальда» об очень худом, истощенном человеке. Да, понятно, что такого рода люди могут иметь собственные названия, какие-то номинации, но шутить с историей не только России, но и всей Европы вот с этими чудовищными явлениями Второй мировой войны как конституционного лагеря, на мой взгляд, конечно, это очень и очень жуткое явление. И еще на одном моменте я бы хотел остановиться в связи с субстандартом. Дело в том, что для просторечия, для молодежного сленга, в меньшей степени, но отчасти для интержаргона, важной особенностью становится то, что в науке принято называть диффузной семантики. Что это означает? Дело в том, что одно и то же слово в литературном языке имеет достаточно жесткую структуру. И в литературном языке, да, есть многозначные слова, и, кстати, их больше, чем однозначных, но все значения понятны большинству носителей языка. А вот в субстандарте, в, опять же, молодежном сленге, в просторечии, одно и то же слово может означать очень разные вещи, и зачастую носитель одного арго может не понимать носителя другого. И вот для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, я возьму большой словарь русского жаргона двух замечательных филологов, Валерия Михайловича Макенко и Татьяны Геннадьевны Никитиной. Он был впервые опубликован в 2000 году в Санкт-Петербурге и содержит в себе 25 тысяч слов, что достаточно большой объем, как мы понимаем. И вот если мы возьмем слово «халява», то у слова «халява» только в этом словаре фиксируется 10, 10 значений. От первого, да, удовлетворение потребности получения чего-либо за чужой счет бесплатно, и интересно, что это значение помещается двумя пометами, уголовное и молодежное, да, вот эта связка здесь весьма и весьма показательна. С другой стороны, например, молодежное, четвертое значение, что-либо не обременительно, не представляющее трудностей. Следующее значение, шестое, уголовное и молодежное, пренебрежительное, что-либо негодное, ненужное. Ну и вот, например, нас удивит, но в молодежном шпленге были зафиксированы и неоднократно употребление слова «халява» в значении «просто девушки», а в компьютерном арго «халявой» называют бесплатно распространяемая программа, то, что по-английски называется «free-rare». Да, и вот таким вот образом мы понимаем, в чем главная опасность просторечия и субстандарта вообще, опасность использования, казалось бы, тех или иных понятных нам слов в повседневной практике вне рамок литературного языка. У такого рода слов не всегда четко проявлено значение. Если в литературном языке мы представляем, какое значение имеет каждое слово, то в субстандарте вот эти значения размываются, а это говорит об очень неприятных моментах, связанных с непониманием друг друга, с нарушением коммуникации. Ну и вернусь к тому, с чего мы начали, именно поэтому, в том числе, речь младшего поколения так непонятна старшему. Ну и для того, чтобы закончить на оптимистической ноте, хочу подчеркнуть следующее. На одном из древних памятников сирийской культуры, если вы представляете себе, как выглядит сирийское письмо, то представляете, какая это красота, есть упоминание о том, что мир катится в тартарары, потому что молодежь совершенно отбилась от рук, перестала разговаривать на том же языке, что и взрослые, и бесконечно портит собственный родной язык. Прошло много тысячелетий, но... Да, и сирийский язык, кстати, практически исчез, но думаю, что на ближайшие века русскому языку в этом смысле ничего не грозит. Да, у нас много субстандартных элементов в нашей речи, но русский язык – сильный язык, он обязательно выиграет и в чем-то, быть может, даже обогатиться. Всего доброго!